Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорутин. Недавно я опубликовал ролик, в котором рассказал, как нужно помочь саженцам винограда в школке, а также кустам винограда первого и второго года жизни лучше вызреть, чтобы вызрело у нас не два-три глазка, а по возможности больше. В идеале чем больше, тем лучше. И вот появились вопросы, а зачем нам вызревание 10-20 глазков, если мы все равно саженцы после школки, да и в конце первого года делаем короткую обрезку и оставляем два-три глазка. Зачем нам больше? Зачем эти фосфорно-калийные удобрения? Пусть куст винограда сам справляется, вызреет три глазка, а нам больше и не нужно. И вопрос в принципе понятен. Смотрите, у меня вот такой есть саженец и в данный момент, например, он не вызревает. Я начинаю его подкармливать под корень, начинаю подкармливать по листу и стараюсь, чтобы у меня вызрело как можно больше глазков. Предположим, у меня вызреет вот до этого места лоза, но осенью вот этот саженец я все равно срезаю на три глазка, на обратный рост. Но и вопрос вполне логичный. Зачем вызревание вот этой части, если мы ее все равно выбросим, срежем. Но на самом деле у виноградного куста логика немножко другая. И для начала, вот обратите внимание, вот у меня здесь в уголку справа лопата. И вот сейчас я в этом месте закопаю в почву небольшой контейнер. А вот в этом месте этого контейнера не будет. Причем, если вот этот саженец винограда я буду обрабатывать, подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, то он у меня вызреет на 20 глазков и будущей весной очень активно начнет расти. А вот этот саженец у меня вызреет всего лишь на три глазка. И в будущем году он расти будет слабо. И вот то, что я сейчас сделаю, это только для такого визуального понимания того, что происходит. А теперь давайте к объяснению. Зачем же нам нужно, чтобы вызрело максимальное количество глазков, а не два-три глазка. Хотя мы все равно обрезаем все и оставляем вот эти два-три глазка. Вот для начала нужно запомнить. И помнить это всегда при уходе за виноградом. Я об этом повторял уже в своих роликах неоднократно. Все, что мы видим, листья, побеги, грозди, корни, все построено из питания, которое в результате фотосинтеза произведено в листьях. То есть листья создают строительный материал, из которого все и строится. Все, что мы добавляем при росте винограда, различные удобрения, различные добавки и прочие, только ускоряют либо замедляют все эти процессы в листьях по производству питания. И давайте обратимся к какому-нибудь одному саженцу. Ну, предположим, вот этому саженцу. На этом саженце нет гроздей, нет урожая. И поэтому все питание, которое вырабатывает вот эти листья, оно двигается в двух направлениях. Первое направление к растущей верхушке вверх, к растущим верхушкам на пасынках, либо, если их еще нет, к пасынковым почкам, а вторая часть питания уходит к корням. Корни при этом тоже растут. То есть весь этот строительный материал, который выработали листья, идет на строительство, на рост нашего саженца, на рост новых побегов, на рост новых листьев и на рост новых корней. При этом образуется большое количество новых корней. Ветвятся старые корни. Эти корни извлекают из почвы различные элементы. И эти элементы вместе с водой поднимаются вверх в листья. А уже в листьях в результате фотосинтеза из воды, которая поднята корнями из почвы и из углекислого газа, которые листья взяли из воздуха, при попадании фотона света происходит фотосинтез. И появляются у нас различные сахара, глюкозы и крахмалы. И вот наш саженец растет, развивается, и практически все питание у него уходит именно на рост. Но когда световой день становится короче, когда появляются большие перепады между ночной и дневной температурой, когда и температура почвы, и температура воздуха падает, и вот все это для нашего саженца, ну и вообще для винограда, является таким сигналом, что все, хватит расти, пора запасаться и на зиму питанием. И вот, получив такой сигнал, саженец начинает перестраиваться. Причем это не происходит по щелчку пальцев, это происходит постепенно. Теперь уже часть питания, она не идет на рост, она опускается вниз и запасается в корнях и в многолетней древесине. И чем дальше, тем больше такого питания запасается в корнях и в многолетней древесине. То есть теперь выработанное листьями питание идет не на рост побегов и корней, а на изменение в анатомии и биохимии побегов. Это питание в виде крахмала откладывается в корнях, в многолетних побегах. При этом уменьшается содержание воды в клетках, одревесневает оболочки клеток. Начинает образовываться пробковый слой на побегах. Такой же слой образовывается между черенками листьев и побегами. То есть листья готовятся к листопаду, а сами побеги вызревают. И вот чем дольше этот период и чем быстрее идут вот эти процессы, тем лучше вызревание и тем больше питание откладывается про запас. Но у нас часто бывает так, что все способствует росту. Особенно если были обильные поливы с азотными удобрениями. Возревание только началось, а затем ранний заморозок и все. Вегетация закончилась. Листьев нет, они осыпались. Питание листьями уже не вырабатывается, а значит и ничего не запасается. То есть наш саженец винограда во время вегетации все питание, которое он вырабатывал в листьях, расходовал на свой рост. При этом, конечно, какая-то часть шла и про запас. Но очень мало. То есть этот саженец с виду как будто мощный, но на самом деле он пустышка. То есть в нем, в корнях и в многолетней древесине не запаслось питание. Возможно, там и вызрело 2-3 глазка. Возможно, и запас есть небольшое питание. Всего этого может оказаться мало для перезимовки. Дело в том, что зимой в виноградном растении продолжаются все эти процессы превращения сахара в крахмал и наоборот. Идут процессы закалки. При этом используется вот то самое питание, которое наш саженец, вот в данном случае, не сумел запасти на зиму. И самое главное, вот этого питания может не хватить для хорошего роста будущей весной. Вот как думаете, за счет чего будет рост нашего виноградного куста будущей весной? Вот началась весна, потеплела, а листьев нет. Нет фотосинтеза, но листья то растут, побеги растут, развиваются. И вот они растут и развиваются как раз вот за счет того питания, которое саженец либо куст винограда запасал в прошлом году. И чем больше его там запасено, тем активнее весной будет рост нашего саженца, либо просто куста винограда. И вот помните, под этим саженцем я в землю поместил вот такой небольшой контейнер. Это просто для того, чтобы визуализировать вот этот процесс. То есть, если мы начинаем помогать, например, вот этому саженцу вызревать, то есть мы обрабатываем его фосфорно-калийными удобрениями, то вот та емкость, которая находится под землей, может наполниться вот тем самым питанием. А вот соседний саженец, которому мы не помогаем, может вот такую емкость под землей уже не иметь. И понятно, что будущей весной вот этот саженец вот с таким большим запасом питания пойдет в рост гораздо лучше, чем вот этот саженец, у которого такого запаса питания нет. И поэтому, когда мы начинаем помогать вызревать нашему саженцу, то вот этот процесс накопления питания и вызревания мы как бы ускоряем. Соответственно, у нас вызревание лозы не два-три глазка, а больше. Лоза вызревает снизу. И чем длиннее наша лоза вызревает, значит, тем дольше происходит сам процесс вызревания. И значит, больше питания уйдет в корни и в многолетнюю древесину про запас. Поэтому в любом случае нужно стремиться, чтобы у нас вызрело максимальное количество глазков. И именно поэтому вот такие молодые саженцы, когда бывают заморозки, стоит все-таки укрыть, чтобы вот эта листовая поверхность, чтобы эти листья не померзли. Очень часто бывает в начале сентября первый заморозок. Вот эти все листья замерзли. Листьев нет, фотосинтеза нет. Все, все остановилось. Вегетация закончилась. Никакого питания больше. Наш саженец, наш куст винограда уже не запасает для зимовки и на будущий год. А стоит уберечь вот такой саженец винограда от первого заморозка. Возможно, затем вегетация продлится и до конца октября. И можете представить, сколько питания может накопить вот такой куст винограда дополнительно еще за два месяца. Поэтому это очень важные моменты. Никогда не нужно их пускать на самотек. Почему это очень важно именно для саженцев и для молодых кустов винограда? Потому что и саженцы, и молодые кусты винограда вот в первые один-два года очень плохо вызревают. То есть они весь сезон стараются нарастить вегетативную массу, листья, корни, побеги. А для вызревания у них остается очень мало времени. При этом взрослые кусты винограда, несмотря на то, что на них есть и урожай, процессы вызревания начинаются раньше. Вот так устроен куст, потому что молодой организм, он просто растет и старается как можно быстрее достичь такого уровня, когда он может начать уже плодоносить. И поэтому, если мы хотим получить мощные саженцы, мощные кусты винограда, то в обязательном порядке нужно проводить все эти работы, которые будут помогать ускорять процессы вызревания нашего саженца. И вот когда мы заранее начинаем подкармливать именно фосфорно-калийными удобрениями, когда мы вовремя затем проведем чеканку, этим мы помогаем нашему кусту винограда быстрее перестроиться с роста на вызревание. Когда он перестроится, то вот это питание, которое вырабатывают листья, уже не идет так активно на рост, а в большей мере используется как раз вот на вызревание, вот на эти биохимические и анатомические изменения. Побеги теряют влагу, меняют свет, питание откладывается в корнях и древесине. Сами побеги начинают вызревать. И поэтому запомните вот тот контейнер, который я закопал вот здесь, возле этого саженца. Чем раньше саженец начнет вызревать, чем раньше и чем лучше мы начнем ему помогать, и тем больше вот в том виртуальном контейнере запасется питание. А с вами был Юрий Егорудин, до скорой встречи, до свидания, пока!